Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня я хочу заказать продукты через приложение SberMarket. Вот он такой. У них свое приложение. Сейчас мы чуть-чуть с вами посмотрим условия. У них, кстати, сейчас акция «Бесплатная доставка». Вот вы видите с 7.08.2020 по 30.09.2020. Я буду заказывать первый раз. Заказывать, кстати, можно один раз в 15 суток. Представляете? Один раз в 15 суток. Не знаю, почему так. Напишите в комментариях, как думаете вы. Почему так? Не меньше, чем сумма, не меньше 2000 рублей. Ну, естественно, если человек закажет на 500, на 300 рублей, смысл ему ехать. Как вообще заниматься всем этим. Ну, один раз в 15 суток, честно, для меня как-то это странно. Люди могли делать и почаще заказы. Больше денег заработали бы, может быть. Может, у людей не хватает, не знаю. Так, а не больше 30 килограмм. Если получается больше, то каждый килограмм 5 рублей плюс приплюсовывается. То есть вот так вот. А вот тут тоже, кстати, вот Сбермаркет. Такое проложение. Это у нас в Самаре. А, ну все тут. Наша Самарская. Так, назад выходим. 19 продуктов. Нам нужны были с сыночком памперсы, поскольку папа у нас уехал. Не на определенное время, сказал на пару дней, а теперь не знает. А у сына заканчиваются памперсы. Вот, мы изначально начали... Не памперсы, подгузники правильно, да. Подгузники. Вот у нас подгузники. Ой, господи. Яйца. Ну, естественно, я с тобой решила за одно уши взять яйца. Решила побольше взять. Вот, поскольку сын у меня очень любит яички. Там зразы, картошечку, колбаску-вязанку. Я ее давно хотела. Подумала, почему бы и нет. Нет, все равно доставка будет домой. Принесут сами, так еще и бесплатно. Думаю, почему бы и нет. Тушка цыпленка. Я хочу курочку. Ну, идти с ребенком, одевать ребенку маску, в магазин идти. Короче, это сложно. Тут же я решила еще, увидела, что существует арбуз с оранжевой мякотью. Не знаю, по поводу него, думаю, буду, не буду заказывать. Мне кажется, это интересно вместе с вами посмотреть. Обычный арбуз, потому что тащить с рынка это тяжело. Вот. А муж не знает, когда приедет, а я хочу арбуз. Так. Алиси салата, сметаны две пачки, фета, фета, господи, как ее, брынзен, гель для душа, чай, маслины. Я очень люблю маслины две пачки, две баночки, оливки две банки. А, и мука, мука и чай еще. Мука, у меня вдруг я заметила, что у меня осталась мука, уже, вернее, заканчивается. Решила взять. Алексеевской не было, взяла макфу. Так, и кефир. Кефир это мы блинчики хотим сделать. Вот. То есть, вот такой вот обычный набор продуктов, который у меня вышел в 3127 рублей. Вот, у них ближайшая доставка, получается, сегодня с 8 до 10. Да, до 10, вот. С 8 до 10 ближайшие. Не знаю, почему, кстати, у них так сделано, тоже странно. Время разное. Видимо, наверное, люди работают как подработка. Не в каждое время могут, что ли. То есть, было вот до двух часов, там, соскальки, я не успела сделать заказ, меня ребенок отвлекал. И вот я все собрала, все, думаю, я больше ничего брать не буду. Хватит на 3 тысячи. Сейчас с вами продолжим дальше. Сделать заказ. А, регистрация. Приехали. Я тут копошилась, копошилась, копошилась. И теперь тут выясняется, оказывается, нужна регистрация. Так, ну вот, смотрите, я ввела промокод. Вот такой вот. Там 20% скидка. У меня получается 2825 рублей за место. 3000 с мелочью, вот было столько. Да, вот скидка у меня получается 218 рублей. Так, вот она здесь тоже есть, кстати. Другая уже цена. Так, выбрала я завтра. Бесплатная доставка первый раз. Так, там я уже вписала свой адрес. Зашла через контакт с огромным трудом. Тут у меня оплата. Да, вот оплата карты онлайн. Картой курьеру и переводом. Ну, это, видимо, когда курьер придет. Если у него нету этой штуки, то переводом. Я напишу, что картой курьеру. У меня есть карточка. Ее оплачу курьеру. Ну, на всякий случай приготовлю эту сумму. 2825 рублей. Если что-то пойдет не так. Так, пришел заказ. Вот так он выглядит. Сейчас мы с вами будем смотреть. Обзор покупки, которую мне привезли домой. Сбер Маркет. Написано вот. Вот этот вот их знак я чуть-чуть подвернула, потому что там указан мой адрес. То есть, каждый мешочек они приклеивают маленькую бумажечку, где написан адрес. Видимо, много заказов, чтобы не перепутать. Это здорово. Вот. Также, смотрите, что я нашла в мешочке. С любовью. Сбер Маркет. И конфетка. Класс. Слушайте, это вообще, это просто классно. Ну, я вижу, что там какая-то бумажка, думаю, что такое, наверное, что-то прилипло. Я так подумала. А тут смотрю, батюшки, а тут конфетка. Это приятно. Так, расскажу маленькую историю. Я заказала, вернее, решила заказать, потому что у нас с ребенком вдруг неожиданно закончились памперсы. А муж уехал. Срочно уехал. Я посмотрела, там всего маленькая пачка 12 штук. Думаю, надо срочно заказывать. А мы в основном пользуемся вот этими памперсами. Сыну очень нравится. И, естественно, в голову пришел Сбер Маркет. Я сразу вспомнила, что я скачивала приложение, но ни разу не воспользовалась. Думаю, вот сейчас и воспользуюсь. Вот, выбрала магазин Рента. Вот такие памперсы. Ну, и сразу взяла побольше. Сейчас мы вот этими пользуемся. И сразу взяла пятерочку. Хотя, наверное, нужно было две такие пачки взять. Ну, я каждый раз надеюсь, что сын однажды перестанет ими пользоваться. Так. Пачки у нас обе. Каждая, вернее, была по 600 рублей. Так. Также я взяла яйца куриные. Ну, взяла сразу побольше. Семья большая. Надо кушать многом. Так. Они даже С0, наверное, СО, С0. То есть, по-моему, это считается хорошие. Они стоили 172. Где-то так вот. Также, кстати, визитку свою положили. Сбер Маркет. Так, листья салата. Мужчина даже позвонил. Сказал, что они от какой-то там даты. А, 7-го. 7-го, 0-8-го. То есть, они давнишние уже брать или не брать. То есть, даже позвонил. Я говорю, ну, на вид они нормальные, не сильно там засохшие. Что-то нет. Говорит, они хорошо выглядят. Смотрите, они выглядят просто классно. Вот. Это на салате к нам. Они стоили где-то рублей по 60. Так. Кефир взяла. Такой вот. Какая здесь дата. 15-го, 0-8-го. Свеженький. Такая маленькая. Так. Попробую. Взяла сыр рассольный фетос. Так. Взяла. Попробую. Клобасу такую. Вязанка. 500 грамм. Кстати, такая нормальная. Где-то от 8-го 0-8-го. Ничего просроченного нет. Сметана. Очень важная корова. Седьмое. Тоже норме. Нормальная. И такую сметанку взяла. Сначала съедим, наверное, вот эту, а потом ту. Или наоборот. А, да. Сначала эту. Тоже, кстати, свеженькая. А также курица. По поводу курицы он мне позвонил. Сказал, что она через 2 дня, получается, у нее выходит срок годности и больше нет. То есть, он даже позвонил. Говорит, отказывается или нет. Вот. Ну, я подумала, подумала. Ладно, говорю. Мы ее сегодня сготовим. Берите. Блин, ну, я все-таки тоже хотела курицу. Конечно, самая важная покупка для меня была эта памперсы. То есть, вот, и они самые-самые важные. Вот. Ну, и курицы, конечно, тоже сейчас больно. Магазин с ребенком не сходишь. Так. Вот такие взяла. Зразы. Не знаю, что-то мне захотелось вдруг. Так. Взяла вот такой чай. С лаймом здесь. Он по поводу чая звонил. Сказал, что нету. Взять другой. Или отказаться. Говорю, ну, тогда отказывайтесь. Но, видимо, он все-таки его нашел. Вот немножко. Чуть-чуть упаковка помялась. Вот. Тут разные вкусы. В пакетиках. Ну, не знаю. Захотелось мне попробовать. Он был со скидкой там. Так. Смотрите. Маслины без косточек. Молодец. Он сделал. Все-таки, знаете, у меня обычно муж. Посылаешь его в магазин. А в итоге он приносит. Оказывается, что просроченный продукт. Или у него там завтра, послезавтра срок закончится. Или если там маслины, то с косточками приносит. То есть, особо не смотрит. А тут очень приятный мужчина. Там молодой человек, да. И смотрит. Все-таки. Что? Как? Потому что я читала отзывы. Бывает, что приносит с чем есть. С анчоусом вот. Масса основного продукта. Вот 110 грамм. Здесь 110. А покупала красная цена точно такие же. Там 90 грамм всего лишь. Так. И картошка. Кстати, на картошке нету штрих-кода. Но по весу вроде бы как килограмм. Сейчас мы с вами проверим. Да, здесь есть килограмм и 79 грамм. Хорошо. И, кстати, посмотрите, как завязан. То есть, завязан очень удобно. Просто вот дернул за нее. И все, она открылась. То есть, не надо там мучиться долго. Так. И также арбуз. Только, знаете, вот единственное, я не могу понять, как они в ленте взяли арбуз, не взвешиваясь. Там же, насколько я помню, сначала надо взвешивать там, а потом на кассе. Ну, на кассе уже, вернее, пробивают. То есть, вот эти вот штучки должны быть с штрих-кодом. Они, получается, вроде, я помню, отправляют. Не знаю, короче, нет штрих-кода. Но он сказал, что арбуз весит 3 килограмма. Ну, он действительно маленький такой, компактный. Хотя, честно говоря, я хотела побольше. Килограмм 10. Сразу большую, чтобы его хватило надолго. Именно поэтому я заказала арбуз. Но он сказал, что вроде бы есть только по 3 килограмма. По-моему, он так сказал. Вот пришли, кстати, 2 младых человека. Продукты, которые вот такие вот холодные. То есть, которые могут пропасть. Сметанка, курочка, кефир. И колбаса, они были в специальном мешке. Такой, типа, как из фольги. Мешок-холодильник, что ли. Я еще их в окно увидела. Я подумала, блин, класс, мне достанется такой мешок. Супер. Я говорю, нет. Я говорю, а что, мне не оставите? Нет. Говорит, это наше. Блин, думаю, как жалко. Я бы хотела такой мешок. Круто такое это иметь. Все-таки они там по заказам ездят. Каждый мешок здесь проклеен моим адресом. То есть, адрес, дом, ну, как улица, дом и квартира. То есть, каждый проклеен, видимо, чтобы не перепутать. Все продукты я вижу на месте. Получилось у меня 2662 рубля. Оплачивала я картой. У него была такая маленькая штучечка. Такой прям маленький, такой компактный. Можно прикладывать карту, можно всовывать. То есть, ну, поскольку у меня 2600, то, конечно, я ее всовывала. И там прямо это, как кулькулятор маленький. И вводишь свой пин-код. То есть, блин, это классно. Вот, при том у меня была, поскольку первый заказ, у меня была доставка бесплатная. И плюс я еще показывала вам. Я ввела промокод. У меня была еще скидка 200 рублей. Именно вот это уже я послужила. Думаю, нет, надо срочно заказывать. Все-таки, ну, блин, согласитесь, вот пойдешь домой. Ой, вернее, пойдешь в магазин. То есть, это все купишь. Тащить тяжело. С ребенком тяжело идти в магазин. То есть, блин, это все очень-очень сложно. А тут просто вообще классно. Вот, и памперсы теперь у нас есть. И курочка есть. И все продукты мы затарились. И теперь, кстати, там написано, один раз в 15 дней там можно делать заказ. Ну, посмотрим. Может быть, я еще буду делать. Вот, конечно, классно, когда заказ бесплатный. Это супер. Вот, ну, и, конечно, понимаю, что они там приезжают, тратят время. Ну, им все равно, я думаю, платят. Хоть заказ у меня бесплатный, а им все равно оплачивают. Еще плюс 8 пакетов. Это же классно. Как раз у меня дело поддвигается к ремонту. И мне пакеты такие очень-очень-очень нужны. И это классно. Это классно, знаете, потому что они сложили не просто там разбросали там в два, в три. Они могли, в принципе, вот это все сложить в три пакета. Да, допустим, вот раз пакет сюда, да, вот это вот второй пакет. Еще бы туда что-нибудь вместилось. И, допустим, вот это все в третий пакет, и все. Но нет, они пакетов не жалеют, и это классно, это супер на самом деле. Это шикарно. Вот такой вот был у меня заказ. Быстрого достаточно привезли, и мне очень понравилось. Возможно, закажу еще. Ну, это просто удобно. Теперь мы с вами ходим в магазин совершенно по-другому. Теперь мы с вами берем просто план... Нет, не планшет. Берем просто телефон, да, не надо никуда даже ходить. Просто вот открывается здесь сразу промокод. Выбираете, какой магазин вы хотите. Хотите. У нас это Мэтр, Лента и Ашан. То есть, ну, в Самаре у нас такие самые большие магазины. В Москве, конечно, больше. Также можно повторить заказ. Здесь вот он, мой заказ. Каталок, там тар-та-та. И вот оно. То есть, спокойно заходите в магазин, выбираете то, что вам нужно. Колбасы, да, например. Складываете все это в корзину, оплачиваете. Можно прям там все оплатить. Можно когда по курьеру. Ну, когда... Ну, да, курьер пришел, допустим, доставка оплатить, посмотреть. И все. Теперь мы с вами ходим в магазин по-другому. И спокойно вы находитесь дома, пьете спокойненько себе чай. Отдыхаете. И продукты там после заказа, через какое-то время у вас. И все. И потом вы только складываете их на столе. Смотрите. И раскладываете. И все. Это, кстати, очень-очень удобный интернет-магазин. Или там какие-то другие магазины. Тем более, когда доставка бесплатная. Ладно. На сегодня это все. Ну, такой у нас был отзыв. Обзор. Обзор покупок. Я надеюсь, что у меня получилось суперски шикарно. Что вам понравится. И, конечно же, мне приятно получить все продукты с доставкой на дом. Все-таки не каждый магазин доставляет. А тут вот просто классно. Мне понравилось. Я счастлива. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии свои. Обязательно. Напишите в комментариях, есть ли у вас такой магазин. Обязательно напишите. Сбермаркет. Ихняя маленькая визиточка. Может быть, вам, кстати, пригодится здесь вот этот код. Через экран, по-моему, насколько я помню, это тоже делается. Это можно сделать. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания. А то я сейчас уболтаю. Да, также еще там у меня есть влоги. Смотрите мои обязательно. Как мы с сыночком живем. И как сейчас, кстати, я буду готовить эту курочку.